Ну а к нам в это время присоединился наш следующий участник, и я с огромным удовольствием представляю вам Семена Никонова, руководителя Центра устойчивого развития Псковской области. И я очень надеюсь, что Семен сейчас, Семен, я знаю, где-то перемещается между городами, да, и поэтому, да, я думаю, что мы там будем слышать на фоне различные звуки, типа, объявили посадку или закончили посадку, но будем надеяться, что это нам не очень помешает. Вот, Семен, пожалуйста, вам слово, расскажите о продуктах вашего центра. Да, добрый день, коллеги. Да, действительно, стало хорошей традицией проводить такие мероприятия в Пулково, поэтому, да, значит, ну, краткая информация о себе, наверное. Наш Центр устойчивого развития работает с 2001 года, нам вот уже 22 года в этом году, вообще я работаю в секторе с 98-го года, и действительно, ну, сегодня уже два скикера говорили о том, что такое ресурсный центр, я думаю, что я не буду повторяться, и действительно мы делаем те же самые, мы производим те же самые продукты, как классический ресурсный центр, да, то есть образовательные услуги оказываем, посвятительские услуги, тренинги, семинары и так далее. Значит, но в какой-то момент мы поняли, что, наверное, надо как-то визуализировать свои возможности для того, чтобы было понятно, чем вообще занимаемся и что мы можем. Для этого мы создали такой, ну, сайтик на Тильде, где собрали все наши услуги, все наши возможности и распределили это все дело по, как бы, основным потребителям, как мы считаем. И так удачно совпало, что вот эта работа, которую мы начали, она была подкреплена, ну, естественно, ресурсом. Ну, это вот удачное совпадение. Во-первых, у нас появился небольшой грант, который нам помогает упаковать вот наши продукты. И потом мы поучаствовали в акселераторе, который был организован Высшей школой экономики и фондом Потанина, который назывался Вин-Вин. И там как раз мы обсуждали, ну, наших партнеров, кто может быть стратегическим нашим партнером, как выстраивать взаимоотношения с нашими партнерами. И в этом акселераторе мы себе поставили цель улучшить отношения с Псковским государственным университетом. Потому что, ну, вы сами знаете, что на многих тусовках ресурсных центров говорится о том, что, в принципе, хорошо было бы посотрудничать с университетом. И вообще студенты – это наше будущее и, ну, как бы, наши продолжатели в хорошем смысле. И идеи нам мы должны всегда нести. Идеи, значит, некоммерческого сектора как раз в том числе в ВУЗы. Ну, и вот мы решили, что надо тоже этим заняться. Ну, и забегая вперед, скажу, что нам это удалось. И даже мы вот в апреле месяце подписали соглашение с Псков-ГУ о совместных действиях. И даже нам разрешили читать небольшой курс на специальности «Социальная работа». Поэтому вот такой небольшой успех у нас в результате акселератора. Ну, и дальше мы хотели закрепить наш успех, написав грант в фонд Потагина. Ну, Потагин закрыл эту программу. Но зато Тинькофф-банк открыл программу, которая поддерживает вот такие обучающие программы для некоммерческих организаций, повышение квалификации. И мы туда написали заявку. Ну, вот результаты будут в июле известны. Теперь я попрошу включить демонстрацию экрана и показать, что у нас получилось. Можно вначале перемотать. Вот, да. То есть вы видите, сверху у нас есть пять закладочек, которые, собственно говоря, демонстрируют наших основных, ну, как нам кажется, потребителей. Ну, первое – это общие услуги центра, которые оказываются. Второе – это для некоммерческих организаций закладка. Третье – это бизнес. Четвертое – это вузы. Ну, и пятая закладка – это как раз вот эксперты, которые у нас представлены на нашем сайте, которые могут вести эту работу. Хочу сразу сказать тоже, что мы позиционируем, ну, вот этот продукт не как продукт, ну, только центра, да, но мы еще и говорим о тех экспертах, которые у нас работают. Потому что, ну, на самом деле, вот браться за такую работу и, ну, замахиваться на какие-то такие вещи в плане, там, обучения и так далее, невозможно без команды, мне кажется. И вот когда у меня лично возникло ощущение, что у нас есть команда, с которой мы можем это делать, ну, соответственно, как-то вот оно стало повеселее, и работа пошла, можно сказать, лучше. Ну, давайте вот нажмем на первую закладку – услуги, услуги центра. Вот вы видите здесь, что мы, собственно, предлагаем, да. Ну, понятно, классические консультации, экспертиза, оценка проектов, мастер-классы, тренинги, школы, которые мы тоже проводим. И у нас уже прошло, ну, порядка пяти школ для некоммерческих организаций, фортсайт-сессии, ивент-маркетинг, ну, конференции, семинары, круглые столы. Ну, в принципе, такая стандартная линейка продуктов, которые производит, собственно говоря, ресурсный центр. Так, что у нас там дальше? А, значит, кому будет полезна работа с нами? Ну, и вот, собственно говоря, мы еще раз подтверждаем, ну, вот наши сегменты, на которые мы рассчитываем, да, то есть это, конечно, некоммерческие организации, ну, написано в Псковской области, но мы понимаем, что у нас достаточно небольшой рынок услуг наших некоммерческих организаций, поэтому мы говорим о том, что, возможно, и мы уже работаем с некоммерческими организациями из других регионов России. Бизнес-сообщество, органы власти и университет. Ну, вот надо сказать про бизнес-сообщество, ну, когда мы начали обсуждать вот нашу, ну, собственно, стратегию, упаковку наших продуктов, мы ее начали делать еще в декабре, ну, потом случилось 24 февраля, и были все, ну, в немножко недоумении, а как теперь работать вообще, ну, как самим-то работать, а как с бизнесом работать, да, понятно, что все просело, но мы решили для себя, что мы эту работу все равно продолжим, потому что, ну, ситуация сейчас такая, потом она может поменяться, и, собственно говоря, мы должны быть готовы в этом отношении к тому, что бизнесу можно предложить. Поэтому мы посчитали это важно, и, ну, как бы, нашу стратегию отношения к бизнесу мы, естественно, оставили. А потом мы объясняем, почему мы такие хорошие, да, почему у нас нужно покупать и с нами взаимодействовать, да. Ну, вот, опыт проектов в некоммерческом секторе, как я уже сказал, да, что у нас есть опыт уже более 20 лет работы в Псковской области, и уже накоплен достаточно большой опыт работы владениями всем набором инструментов социального проектирования, ну, потому что, как мы знаем, по большей части запрос, ну, по крайней мере, у нас в регионе, это как раз по социальному проектированию, да, то есть как приписать заявку, как подготовить заявку, как отчитаться под заявки, как составить бюджет и так далее. То есть классические вопросы, на которые все ресурсные центры отвечают. Опыт в организации бизнес-процессов и эффективный маркетинг, ну, вот у нас в команде есть маркетолог, который профессионально этим занимается, поэтому мы, собственно говоря, и замакиваемся на этот раздел. Технологии, позволяющие совместно совместить социальную ответственность и интересы бизнеса, то есть в этом отношении мы как раз адресуем свой посыл к бизнесу, да, что вот если вы хотите вести социальные проекты, быть социально интересными, то как раз мы в этом отношении можем вам помочь. Внимание под ревностью общества, наличие портфеля успешных реализованных проектов, и у нас, ну, этот, с успешными практиками можно познакомиться у нас на сайте и в группе ВКонтакте, наличие разработанных, апробированных обучающих программ, которые уже есть, и мы их апробируем в рамках таких же школ, ну, и устойчивого положения в некоммерческом секторе и известность в регионе и за его пределами, ну, мы тут решили, так сказать, похвастаться, почему бы и нет. Да, следующий раздел, пожалуйста. Да. Ну и вот наша стратегия. Создавать ценность и находить решение, да, то есть мы здесь, ну, решили все-таки какие-то ценностные вещи определить, в том числе для себя, но и для человека, который вычитает об этом, потому что, ну, как мы знаем, иногда очень важно совпадать как раз по ценностям, да, то есть когда, ну, вроде организация хорошая, люди хорошие, но по ценностям мы не совпадаем, ну, вряд ли, конечно, получится сотрудничество в этом отношении. Здесь мы решили как раз продекларировать наши ценности, чтобы было понятно, ну, собственно говоря, кто мы и почему. фокус на запросах общества, увеличить ценность нематериальных активов и создавать в сознании общества, выстраивать взаимодействие с представителями бизнеса общества и находиться в активном диалоге с властными структурами. Да, ну вот это первый раздел, который у нас, собственно говоря, посвящен услугам центра, общим услугам центра и тем ценностям, которые мы декларируем. Второй раздел как раз адресован к некоммерческим организациям, которые являются нашими основными потребителями как ресурсного центра. Ну и здесь мы решили пойти таким путем, формулируя, чем мы занимаемся, формулируя вопрос. То есть вы хотите узнать, то есть человек читает, он хочет узнать, как развивать и укреплять устойчивость некоммерческой организации, научиться жить и развиваться не от гранта до гранта. Ну да, это вот тоже известная проблема устойчивости организации. Как построить систему отношений с жертвователями, да? Значит, узнать новые тренды и возможности, и с чего начать взаимодействовать. Ну вот тоже такой интересный раздел, который мы добавили, с чего начать взаимодействовать. Вроде такой очевидный момент, что нужно взаимодействовать друг с другом и приглашать друг друга на какие-то мероприятия и пользоваться ресурсами друг друга. Но не все это делают. Мы решили, что вот это важно, и зафиксировать это, что давайте начнем поддерживать друг друга и начнем взаимодействовать. Взаимодействовать друг с другом, наверное, ну как бы вот оно, может быть, станет немножко повеселее. Да, следующий раздел, пожалуйста. Ну да, там лучше у нас было тоже там наша команда. В конце мы пишем услуги, да, которые мы предоставляем в этом разделе, да. Это консультирование, экспертиза, оценка, мастер-классы, тренинги под заказ, да. То есть мы общую тематику решили не писать, потому что их очень много, и здесь в этом отношении мы решили идти уже от потребностей самого заказчика и организации проведения деловых мероприятий. Ну и вот вы видите, есть форма обратной связи, да, то есть если человек или организация заинтересована в этом, они могут заполнить эту анкету обратной связи, и, соответственно, мы с ними потом свяжемся для уточнения информации. Следующий раздел у нас – это раздел бизнеса. Значит, ну и вот мы здесь пишем, да, зачем бизнесу, собственно, кооперироваться и взаимодействовать с некоммерческими организациями. Ну и мы говорим о том, что это никого-то носителей информации и практического опыта в социальной сфере. Можно воспользоваться готовыми проектами и продуктами, которые уже есть у нас наработаны, да, и мы об этом говорили, и Марина уже говорила в начале, да, там это и круг благотворителей, и добрые города, и тот же самый «Щедрый вторник», и волонтерские все мероприятия, которые мы проводим. То есть, в принципе, у нас уже большой пакет и портфель услуг, которые мы можем предоставить бизнесу. Можно воспользоваться готовыми проектами, да. Сильная сторона НКО – это системное бережное отношение к человеку, что тоже очень важно для той же команды в наше непростое время, в период, в том числе, выгорания, да, люди должны понимать, зачем они работают, и психологический настрой в коллективе очень важен, конечно же. И запрос современной концепции лидерства, развития эмоционального интеллекта, экологического мышления в широком этом понимании. То есть, тут везем, в том числе, экологический подход. Следующую закладочку, пожалуйста. Да, зачем некоммерческим организациям сотрудничать с бизнесом, да, то есть развитие венчурной филантропии, применение деловых навыков, финансирование социальных проектов, собственно, улучшение прибыли. То есть, чего не хватает, собственно, нам, некоммерческим организациям, и мы об этом тоже все время говорим, что нам, конечно, не хватает бизнес-подходов. Мы, конечно же, учимся этому, но мы посчитали тоже важным написать об этом. Бизнес и НКО нужны друг другу в равной степени. Ну, вот мы говорим тоже о партнерстве, что это партнерство равных, а не то, что мы пришли с протянутой рукой в бизнесу попросить денег. Конечно же, нет, мы говорим как раз в этом отношении о равных возможностях и о равном партнерстве. Следующий, пожалуйста. Ну, и вот, собственно говоря, что мы предлагаем тоже для именно бизнеса. Значит, экономия вашего времени при выходе на новый рынок некоммерческих организаций. То есть, понятно, что если у бизнеса есть потребность продвигать тот или иной продукт, одним из способов – это выход на некоммерческий рынок. И в этом отношении мы как раз как ресурсный центр можем предоставить такую возможность, потому что этот рынок и эти некоммерческие организации мы знаем, и можем указать содействие как раз в том, чтобы это произошло более быстрыми темпами. Компетенция в теме социального проектирования. Ну, сейчас бизнес тоже очень активно занялся как раз социальным проектированием, создаются некоммерческие организации, коммерческими организациями, да, для того, чтобы привлекать дополнительный ресурс. Ну, и в этом отношении как раз мы можем им предоставить наш опыт социального проектирования. Проекты, позволяющие реализовать CG-повестку, ну, это тоже модная тема сейчас, да, хотя сейчас тоже многие стали обсуждать, насколько она будет актуальна в изменившемся, в изменившихся ситуациях, но, тем не менее, мы эту тему тоже оставили из CG-повестку, потому что, ну, так или иначе, может быть, в трансформированном виде она все равно останется для бизнеса. И разработку и проведение пиар-компаний, основанной на сенсуальном маркетинге. Ну, это как раз привлечение и лояльность клиентов для бизнеса, да, это тоже важная, важная составляющая. Значит, ну, вот возможности, да, сегодняшнего времени для бизнеса при сотрудничестве с некоммерческими организациями, тоже здесь об этом пишем. Ну, и вот, как бы, тоже в конце у нас стандартный набор услуг, да, которые мы тоже предлагаем для бизнеса, то есть это консультации, экспертиза, мастер-классы, тренинги и организация проведения деловых мероприятий. Ну, и тоже есть форма обратной связи, как и в предыдущем разделе, чтобы можно было ее заполнить. Ну, и следующий раздел, третий, это как раз вузы, мы к ним обращаемся, да, почему вузам интересно сотрудничать с некоммерческими организациями. Ну, это та самая третья миссия университета, о которой мы сейчас тоже часто говорим, и вуз, как и синтанк, и аналитический центр как раз может привлекать некоммерческие организации для выполнения тех или иных работ и проектов. Это и прохождение практики, да, это и стажировки, это и оценка социального эффекта, и социологические исследования, которые мы можем в партнерстве проводить, и проектное обучение, конечно же, ну, и образование, трудоустройство выпускников, да, то есть, в принципе, проблема компетенции студентов тоже очень высокая, да, потому что где набраться этого самого стажа, когда работодатель хочет видеть сразу же, да, у нас сотрудника, у которого есть и стаж, и опыт, и он вообще такой замечательный, а лучше еще ему еще поплатить не очень много денег. Поэтому, в принципе, НКО является хорошей стартовой площадкой для молодых специалистов, ну, кто, опять же, понимает это, да, поэтому мы это тоже говорим о том, что для выпускников это может быть хорошим шансом начать свою трудовую деятельность именно с некоммерческой организации. Так, идем дальше, ниже. Значит, ну, мы говорим о преимуществах, да, с нами. Вот как раз мы здесь пишем о том, что в 2022 году мы заключили соглашение с ОГУ, о том, что мы теперь будем, значит, участвовать в программе подготовки социальной работы и профиль социального проекта управления в некоммерческой организации, так она называется у нас. Значит, и, собственно, чему просвещена эта программа, да, это организация мероприятий в сфере НКО, инновационные практики со НКО в сфере оказания социальных услуг, технологическая социальная проектная практика и технологическая практика, которая, ну, предполагает работу студентов. Ну, и тоже мы предлагаем как раз для вузов такие услуги, как консультации, экспертиза, мастер-классы, тренинги, оказание, проведение деловых мероприятий, ну, и практику студентов, конечно же, о чем я уже говорил. Ну, и тоже в конце есть у нас форма обратной связи, которую можно заполнить и, соответственно, обратиться к нам. И последний раздел, давайте перейдем к нему. Собственно говоря, это сами эксперты, которых мы разместили на этом сайте и какие услуги они у нас предоставляют. Значит, ну, вот вы видите, понятно, это фотография, да, и набор тех вопросов, по которым можно обратить, ну, в частности, ко мне, да. Значит, ну, тут достаточно много. Решил написать все, что знаю. Вот, поэтому получился достаточно внушительный список. Ну, и вот дальше, как бы, есть сильные стороны, ну, как бы подтверждающие, да, то есть компетентность эксперта, значит, проведение новых социальных технологий, там щедрый вторник, добрые города, имидж в некоммерческом секторе, ну, и практика работы. Ну, и вот, значит, мы тоже здесь делаем ссылки на успешные практики, которые есть у эксперта, ну, в частности, это ссылки, в том числе, в основном, конечно, на сайты, которые у нас есть, сайт Центра устойчивого развития в Сковской области, сайт Доброго города, где можно посмотреть и почитать о тех проектах, которые были реализованы с моим участием. А дальше у нас идет эксперт, который отвечает за юридические вопросы, потому что, ну, вы знаете, это тоже большой сегмент всегда именно юридических вопросов, уставы, внесение изменений в уставы, договоры, которые мы заключаем, экспертиза правовая и так далее. То есть все, чем весь этот правовой блок как раз закрывает вот эксперт, который здесь представлен. Ну, и тоже, собственно говоря, разделы не одинаковые у нас, да, то есть по каким вопросам можно обращаться, сильные стороны, ну, и успешные практики этого эксперта. И последний эксперт, это как раз по вопросам пиара и коммуникации у нас и работа с бизнесом, поскольку у нее есть давние сотрудничества с бизнес-структурами, поэтому мы как бы эту сторону и тоже затрагиваем, да, потому что, ну, может быть, у меня меньше такой компетенции вот работа именно с бизнес-структурами. У этого эксперта он есть, поэтому мы это таким образом позиционируем, да, то есть пиар, маркетинг, работа с бизнесом, как раз этими вопросами занимается этот эксперт. Ну, и в конце, там внизу уже, да, можно в самый низ пролистать. Да, тоже вот есть форма обратной связи, да, для того, чтобы можно было заказать эксперта. Ну, и в конце, конечно же, мы видим это контакты, по которым можно с нами связаться, да, это телефон городской, мобильный, адрес электронной почты и сайт центра, где нас можно найти. Ну, тут мы немножко еще вот недоработали социальные сети, да, они будут активными, то есть если мы нажимаем на эти иконки, они будут вести, конечно же, уже на группу ВКонтакте «Центр устойчивого развития». И у нас также есть YouTube-канал, который также тут будет, ссылка на него представлена. Вот, ну, если кратко, то, может быть, вопросы какие-то есть, коллеги? Я смотрю, если сейчас будут вопросы, я тогда спрошу. Пока нет, у меня есть вопросы. Давай. У меня же всегда заготовленные вопросы, ты же знаешь. Какой же результат вы получили от вот того, что вы такую гигантскую работу проделали? Мы в марте месяце рискнули продать свои услуги, значит, наконец-то. Ну, так сказать, вот по поводу социального консультирования, по социальному проектированию. Значит, мы разослали информацию, что мы консультируем, значит, организации, которые хотят податься, там был какой-то очередной конкурс, значит, и можно получить консультации, платные консультации. Мы решили, что два часа консультации будет стоить 600 рублей, значит, но мы их оформили, ну, как бы, хитро, с одной стороны, для себя, да. Мы предложили пожертвовать нам деньги на сайте, у нас есть кнопка, где можно пожертвовать деньги на, ну, за эту, собственно, услугу. Ну, чтобы там не заморачиваться с договорами и так далее, чтобы с утра были эти деньги, за которых там надо заморачиваться. Вот, и мы получили семь откликов. Для нас это было прямо, то есть у других коллег были более скептические настроения, что мы вообще не закажут ни одну услугу. Ну, вот семь, вот, семь услуг было, семь консультаций мы провели, значит, ну, там вот заработали, ну, вопрос был не в день, я так понимаю, да, вопрос был в возможности, что, значит, ресурсная емкость рынка хотели пощупать. Ну, вот мы его пощупали, есть действительно заинтересованные организации, которые хотят получить углубленную, действительно, консультацию и сопровождение. Мы еще сопровождали за эти деньги, да, организации, то есть они там правили, присылали, мы еще расправили, встречались и так далее. Вот, ну, сейчас эти заявки поданы, вот на этой неделе обещают, что нам ФПГ объявит результаты, вот, узнаем, узнаем результаты, получилось что-то с помощью нашей помощи или не получилось, вот. Но денег чуть-чуть заработать удалось. Здорово. Так, а вот в сотрудничестве с вузами и бизнесом уже что-то, какие-то шаги сделаны, вот именно для того, чтобы они как-то поняли, зачем мы им нужны? Или это пока все-таки больше, ну, как бы сформулировано, но еще не продвигало? Да. Нет, ну, с вузом все сформулировано, и с сентября нас уже ждут, как бы, на кафедре, нас уже ждут на кафедре. Вот, поэтому сейчас вот на следующей неделе мы будем обсуждать план учебный, то есть все там уже, все, подчасовка, учебный план, значит, какие эксперты привлекаются, какие темы читаем, то есть все это будет, с сентября уже все это будет запущено. Вот, с бизнесом, с бизнесом пока в теории еще, да, то есть мы вот как раз в заявку, которую мы писали на Тиньков, туда заложили вот взаимодействие с бизнесом, потому что мы как раз вот понимаем, что эта тема проседает, и она требует достаточно больших ресурсов для того, чтобы ее качнуть, и нам пока без ресурса не удается это сделать. Поэтому, ну, опять же, благодаря тому, что мы эту работу начали, да, вот уже формулируя вот такие шаги, мы понимали, что мы с бизнесом будем делать, и все, что мы это понимали, мы это все заложили в заявку, ну, посмотрим, что получится, если будет поддержано, то эту тему качнем дальше. Не поддержано будем, но будем дальше искать ресурс дополнительный тогда, и по взаимодействию с бизнесом. Спасибо. А вот еще комментарий в чате есть, что, да, огромная работа проделана, и видно, да, вот по презентации сайта видно, ведь прежде чем это появилось на сайте, это же надо было все структурировать и продумать. А вот цены за услуги скромные, нельзя, не надо ли подумать в сторону увеличения, а то так приучим к скромным ценам, а потом поднимать будет трудно. Ну, и по сравнению с другими это может оказаться такими демпинговыми ценами. Мы, значит, по поводу цен. Значит, на других сайтах у коллег я видел, что цены выставляются, да, там, например, тренинг стоит столько, консультация стоит столько и так далее. Мы сознательно пока ушли от этого, потому что, ну, пока мы еще, ну, нащупываем, да, вот эту вот... Насколько будет нам это интересно, насколько будет это, ну, как бы... Насколько будет НКО готовы покупать. Может, она и востребована будет, но они за эти деньги покупать не будут, мы же понимаем. А поэтому вот, ну, как бы вот вопрос переговоров, да, то есть вот там, опять же, там, сколько будет стоить устав? Ну, тоже там одним одно говорим, другим другое говорим, да. Потому что, ну, потому что же мы понимаем, что эти могут заплатить, а эти, может быть, заплатить не могут, могут стать нашими стратегическими партнерами, например, да, в каких-то дальнейших проектах. Поэтому мы им сделаем скидку, например, на регистрацию устава, а за это они будут с нами хорошо сотрудничать. Ну, то есть это же вопрос, как бы, всегда гибкий такой, да, поэтому... Гибкий прайс. Да, ну, по поводу демпинга, я бы не сказал, что мы так вот, мы не настроены тоже демпинговать, потому что мы понимаем, что, ну, как бы это плохая история на самом деле, и действительно, если мы даем качественную услугу, ну, нам должны за нее платить, собственно говоря. Ну, да, это вот такой серьезный вопрос, потому что понятно, что, с одной стороны, некоммерческие организации не могут оплачивать наши услуги, и мы понимаем, почему мы делаем это пробонно, или ищем стоимость, возмещение этой стоимости в каких-либо проектах, да, закладывая туда эту стоимость. Но когда мы, ну, осознанно озвучиваем очень маленькие цены, да, или для себя думаем, ну, ладно, будем закопить, что же больше, 2 рубля нам никто не заплатит. Это, конечно, я согласна, Семен, рискованная штука, потому что, да, это, ну, любая работа должна оплачиваться. Ну, кстати, вот по поводу прайсов, я здесь тоже не знаю, как правильно, но, например, часто некоммерческие организации могут закладывать в свои проекты консультанта, которые, да, и оплату этому консультанту, но если у них нет информации о том, сколько этот консультант стоит, то тогда они его и не заложат, да, и вот здесь вот важно, может быть, не обязательно на сайте, но для себя-то точно понимать и рассчитывать стоимость этой услуги, а мы, наверное, не всегда можем правильно это сделать. Нет, ну, собственно, вот почему вы на сайте написали, что давайте сотрудничать друг с другом, да, то есть, грубо говоря, вам дали консультацию, мы можем дать вам ее бесплатно, но вы закладываете нас, как экспертов, в свой проект, да, и это получается вот самый вин-вин, которым мы говорим. То есть мы не за деньги поработали, ну, а не отложенные деньги получаются, да, мы неизвестно, выигрывает этот грант, не выиграет этот грант, да, то есть как бы, ну, тем не менее, мы посотрудничали с этой организацией. Вот. Спасибо, Семен, спасибо огромное. Уже открой тайну, куда летишь-то? А, в Казань, в Казань лечусь. Как всегда на работу. Встреча амбассадоров, да, будет разумная помощь, да. Да. Ну что, спасибо огромное за то, что поделился с нами наработками, и особо ценно, что вот готовность поделиться тем, что еще в процессе, да, то есть когда ты еще вроде как сам в процессе, но при этом уже готов рассказать, как это происходит. Я думаю, что многих это заинтересовало. Сейчас на всякий случай гляну, нет ли еще вопроса. Да, пока других вопросов нет. И пока их не появилось, да, можно Семена отпустить уже на самолет. Семен, счастливого пути. Спасибо. Я думаю, что если вопросы появятся, то мы не прощаемся навсегда, мы встретимся на других марафонах и индивидуально в Центр устойчивого развития Псковской области. Пожалуйста, обращайтесь. Я думаю, что Семен как раз в целях Вин-Вин расскажет те подробности, о которых, может быть, он не успел рассказать сегодня. Да, спасибо, Семен, большое. Спасибо, спасибо. Счастливо. Да, счастливой дороги.